28 марта 2014 года в Новоалтайске Алтайского края пропала 10-летняя Ксюша Бокова. Девочка возвращалась подругой из школы. Потом они разошлись и до дома ей оставалось пройти 200 метров и перейти мост. Ксюша очень активный ребенок. Она занималась в музыкальной и воскресной школах, ходила на кружок ПДД. Это был четвертый класс, когда у них была еще шестидневка. В тот день, 28 марта, несмотря на каникулы, в школе проводились занятия по ПДД, после которых Ксюша вместе с одноклассницей направилась домой. Девочки свернулись с привычного маршрута и в какой-то момент разошлись по сторонам. По дороге Ксюша позвонила бабушке, сказала, что возвращается. Ей нужно было перейти мост через реку Малая Черемшанка, но до дома она не дошла всего 200 метров, а в промежуток между 11 и 11.15 часами ее телефон стал недоступен. Родные сразу обратились в полицию. Буквально через несколько часов начались поиски девочки, подворовые обходы и опросы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Чуть позже подъехали местные волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Вслед за ними просто неравнодушные жители Новоалтайска и Барнаула. К утру 29 марта во всем городе висели листовки. Пропал ребенок, нужна помощь. 29, 30, 31 марта поиски не прекращались. Сотрудники полиции, спецназы, следкома, МЧС, кинологи и волонтеры прочесывали близлежащие районы и лес. Казаки на лошадях проходили местность. Водолазы исследовали дно реки Малая Черемшанка. На реке перекрыли водосбросные шлюзы, по течению установили решетки. Прибыли волонтеры из соседних регионов. По городам Алтайского края и другим регионам России распространили десятки тысяч листовок. На домах размещали баннеры с изображением Ксюши. На информационных досках, автомобилях и в социальных сетях можно было увидеть фото маленькой голубоглазой девочки. Комментаторы в сети строили самые разнообразные версии случившегося. Сразу же появились те, кто якобы видел ее в Москве, Новосибирске, Барнауле и других городах. Проверяли любые зацепки. Были случаи, когда находили просто невероятно похожих на Ксюшу девочек. Но это оказывались другие дети. И каждый раз родители с камнем на сердце думали, хоть бы нашлась. Несколько дней, без перерывов на сон тысячи человек искали Ксюшу. Но все безрезультатно. 2 апреля волонтеры прекратили работы на местности. Единственный след – рюкзак с вещами и телефоном школьницы. Их нашли на третьи сутки после пропажи девочки в 100 метрах от того самого моста, ниже по течению, по которому она должна была пройти до дома. Когда из реки достали вещи, я не поверила, что это действительно ее. Позже, конечно, стало понятно, что мобильный и сумка Ксюши. Когда их подняли из воды, брат был на месте и опознал их. Он увидел все это, мокрое, и ему стало плохо. «Мне родные не хотели ничего показывать, боялись», – вспоминает Наталья Бокова, мама пропавшей девочки. Ее глаза наполнились слезами. Женщина призналась, что не верила и не верит в версию с водой. Потому что Ксюша была взрослым ребенком и ни за что не пошла бы к реке. И уж тем более добровольно не зашла бы в воду. Кроме того, Малая Черемшанка – не та река, в которой можно утонуть. А волонтеры и спасатели просмотрели каждый сантиметр дна. Нашли даже старые документы, которые когда-то давно в этом месте потеряла женщина из Барнаула. В ходе расследования были выдвинуты несколько версий случившегося. По одной из них девочка стала жертвой преступления, но рассматривались версии, не связанные с криминалом. Произведено более сотни осмотров местности, выемки из камер видеонаблюдения с нескольких точек, где фиксировался маршрут Ксении Боковой. Были допрошены более ста свидетелей, в том числе установлены лица, которые находились неподалеку в то время, когда девочка возвращалась домой. На изъятом видео зафиксированы 26 автомобилей, которые были осмотрены, а их водители допрошены. Так же, как и девочка, которая, возможно, была последней, с кем Ксения Бокова общалась. С ней проведен ряд следственных мероприятий, получены определенные показания. Следователи опросили тех, кто ранее привлекался за совершение преступления определенного характера. Но все же, правоохранители больше склонялись к тому, что Ксюша утонула. На это наталкивают обнаруженный в воде малой черемшанки рюкзак девочки с личными вещами и телефоном. Представители Следственного комитета прорабатывали все без исключения, даже маловероятные версии. После долгих поисков, уголовное дело по исчезновению Ксюши Боковой было приостановлено. 8 сентября 2014 года Наталья Бокова, мама пропавшей девочки, вместе с друзьями, знакомыми и просто неравнодушными людьми, вышла на пикет против прекращения расследования дела Ксюши. Ее поддержали десятки человек. Вместе со взрослыми большую трагедию переживал младший брат Ксюши, Егор. Все поиски, допросы, слезы родителей происходили на глазах у ребенка. На момент пропажи сестры ему не было и 5 лет. Его маленькие друзья в садике говорили ему. Ксюша утонула. Он плакал, спорил, что все это неправда. Наша девочка всегда оберегала Егора, заботилась. Под подушкой у нее были хранители снов. Она очень интересная, животных придумывала и рисовала, давала им имена, много читала, стихи писала в тетрадку. Все ее вещи хранятся у нас. Егор по ней очень скучает. И каждый день вспоминает. Даже с соседской девочкой дружит, потому что она, как Ксюша. Часто бывает, что он играет, играет, а потом вдруг начинает проситься к сестренке. Говорит мама Ксюши. Все эти годы, с момента исчезновения девочки, поиски не прекращались. И спустя 7 лет Ксюшу Бокову все-таки нашли. 9 августа 2021 года случайный прохожий наткнулся на детские сапожки, торчащие из ила. Это случилось именно на той самой реке, где пропала девочка, малая Черемшанка. Прибывшие на место полицейские и криминалисты обнаружили в реке скелетированные останки ребенка. Остались одни кости и сапожки, часть куртки и джинсы. Предварительно было установлено, что речь идет о Ксюше Боковой, которая пропала без вести в конце марта 2014 года. Останки нашли недалеко от моста, возле которого пропала Ксюша Бокова. Судя по всему, ребенка затянуло в ил, а останки выкинуло на поверхность только спустя 7 лет. Минувшей весной в микрорайоне Белоярск открывали дамбу. Было сильное течение с выходом реки из берегов. Вероятно, тело вымыло из ила, а к осени из-за обмеления реки его обнаружение стало возможным. Для установления принадлежности останков назначили ДНК-экспертизу. Мама девочки спустя несколько лет после трагедии заявила, что не верит в версию утопления, так как дочь, по ее словам, была достаточно взрослой и не полезла бы в реку. 14 октября 2021 года поисковый отряд Лиза Алерт сообщил, что Бокова Ксения найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким. Как сообщают журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экспертиза показала, что останки принадлежат Ксюше Боковой. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно, девочка утонула. Берегите своих детей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.